Ребятки, привет! Что-то я совсем забыл подвести итоги. Это по нашим настройкам арбишным. Итоги таковы. Настроиться мы до конца не смогли, потому что, как выяснилось, отверстие, дырка, так сказать, актуаторная, не справляется с таким количеством газов. И у нас перебуст идет максимальный. Мы сейчас эту проблему решим. И снова поедем на настройку и настроим все, что можно выжать из этой гнилой арбихи. А я пока еду в компанию забирать груз. У нас тут кипяток, ребята. Видите, палочка? Ага. Кто придумал такой ссанный ручник на таком вот креплении ручки? Ну, это идиотизм. Я думаю, это какая-то старая модель. Надеюсь, таких сейчас не выпускают. Ведутся работы, значит, по ручнику у нас, по SX. Так, по настройкам, по турбинам, значит, у нас движения какие-то. Значит, пожалели отверстия. Не хватает, не выходит. Значит, у нас газ перебуст. Будем делать сюда внешний визгейт. Вот здесь. Ну и насос. Это что-то, походу, не дюжит у нас нашу арбишку тысяча сильную. Поэтому насос мы будем тоже менять. Так что работа кипит. Смотрите сториз. Будем открывать новые горизонты для арбишки. И надо поменять свинку. Ну, это еще не все, ребят. Слушай, там, походу, там, знаешь, этот камушек положили, типа, как кидалово. Отправили камушек, а они ничего не положили. Еще одна посылочка у нас. Чик-чик. Заказывал я тут момент, в принципе, для облегчения жизни. Благо, Вова здесь в боксе. Реально, коробка, в смысле, гигантская. А тут положили его. Короче, ребят, тема мутная. Сейчас будем открывать дальше. AirPods 2 для реальных поциков. Но, как бы сказать, пока хорошие или плохие я не могу. Я же еще не пробовал. Но, я думаю, будет гораздо лучше, чем вот эти мои веревки, которые меня постоянно обрывают уши, когда я лазаю под тачкой. Поэтому, затестим. Ну, все, ребята, я подключился. Сейчас буду тестировать эти наушники в боевых сервисных условиях. Под тачкой, над тачкой, раком, боком, криво. Чехольчик у меня синий для того, чтобы мои грязные культяки не запачкали это все белое дело. И вот, единственное, не хватает. Функции зажигалки здесь. Так что, если нужны такие наушники, вот вам профиль чувачка, который мне банщит. Пишите ему. Ребятушки, продолжаем наше развлечение с ИСХ. Тут, как бы, творческий беспорядок, карбишный, все так по бичосочке, шланги мы тут обновили, тройнички там, где надо, поставили. И я поставил обратно насос. И решил сейчас, ну, там прикрутился, как было, взял такую штуку, прочитал инструкцию, сейчас буду мерить, сколько здесь вольт на заведенную тачку. Может быть, у нас проблема в потере электричества по пути. Это же Ниссан, тут всегда такое. Сейчас, значит, будем проводить замеры вольтажа. Но турбина у нас снята, я подачу заглушил. Будем заводить, запускать, кому как нравится, без турбины. Что там, по нейтралкам пройдемся? Ух, зверюга! Так, огнем-то плеваться будет? Так, фу, заглох. Так, произвели мы замеры, тесты напряжения в системе. По пути мы проверяем наушник. Тесты показали, что на проводах, которые идут к насосу, 10,8 вольта. Если минус кидаешь на кузов, то 11,5 вольта. На аккумуляторе 13,7 вольта. По ходу, где-то гномы новогодние крадут электричество. Будем разбираться с этим моментом. Всем привет, дорогие друзья! Вот бурятка заехала в бокс. Сейчас вот буду ее отмывать. Дербанить бампер колеса. Ну и тут тоже всякое разное отмывать. И подготавливать вот эту всю красоту под съем матрицы. Такие вот крылышки скоро будут целиковые. Со стеклышком, со всеми делами. По красоте, короче. Товарищи, не сановоды! Вы когда распилы берете, проходите здесь аккуратненько сварочкой, зашпаклюйте. А зачем скотч-то? Ну, скотч не держит. Все, бурятка на водных процедурах. Сейчас немножко тут по суше станет, начну ее делать. Субтитры создавал DimaTorzok